Рада приветствовать вас на своем YouTube канале! Приятного просмотра этого ролика! Одна из самых необычных находок за последнее время, по-моему, это вот такие часы с морской тематикой. Все цифры на циферблате сделаны в виде различных морских узлов. Очень оригинальное исполнение, вообще не встречала подобных часов никогда нигде. В каких-то крупных секундах у нас обычно идет проверка. К примеру, там часов, предметов из электроники, работают они или нет. И на вещи это будет написано. Здесь же секунд небольшой, и они ничего не проверяют. Да, кстати, часы стоили 12 долларов 50 центов. Так вот, вы не представляете, каково же было мое счастье, когда я вставила в них батарейку. И представляете, они затикали! Я так рада была услышать этот звук, что они рабочие, потому что уж больно-больно мне эти часики понравились. Кстати, здесь вот еще с обратной стороны указана их оригинальная цена. Стоили они 45 долларов. Здесь указано место, где их продавали. Это такое местечко в Тасмании. Я бы так сказала, даже своеобразный музей под открытым небом. Старинное поселение первых каторжников, которые селились в Австралии времен 18-19 века. В общем, очень интересное местечко. Сама там еще не бывала. Хотелось бы когда-нибудь туда попасть. Буду вам очень благодарна, если вы оставите комментарий под этим видео, а также поддержите его лайком. Огромное спасибо! Невероятной красоты обложка на книгу или блокнот. Очень-очень красиво выполнена, что снаружи, что с внутренней стороны. Единственная, конечно, проблема, что не совсем стандартный размер у этой обложки. Поэтому ни на каждый блокнот, ни на каждую книгу она подойдет. Мне очень понравился на ней узор. Он прямо какой-то царский, что ли. Стоила она 4,99. Не так уж и дешево для подобной вещицы, но я все равно не могла пройти мимо нее. Уже дома я заметила вот здесь надпись, что изготовлена данная обложка в Италии. Внутри также просто невероятно все красиво исполнено. И прямо вот от вещи ощущается качество. Посмотрите, даже держатель для страничек какие классные. Узор интересный. Не знаю я, может быть это узор какого-то бренда, но мне этот бренд не знаком. В общем, вот такая вот наикрасивейшая обложка. Буду пользоваться с огромным удовольствием. Ну, мимо такой красоты дорого-богато. Я точно не могла пройти мимо. Как она переливается. Она сверкала просто на весь секонд-хенд. Очень красивая косметичка. Опять же, сразу видно, что качественно сделана. Если кто-то помнит, еще не так давно было очень популярно все с пайетками, которые меняют вот так вот свой цвет. Когда по ним проводишь, можно сделать вещь другого цвета. Я даже сама покупала наволочку на подушку с подобным дизайном. Но, конечно, качество пайеток на той наволочке. И здесь это просто небо и земля. Здесь качество пайеток наишикарнейшее. Просто. Мне очень так плотненько друг к другу нашиты еще. Это немецкий бренд. У меня от него первая вещь. Еще ничего не находила от них. Стоила косметичка 5 долларов. И вообще у данного бренда вот такая вот их фишка. Дизайн замочков в данном стиле. У всех их сумок замочки именно в таком стиле. И посмотрите просто какое качество. Реально. Замочек невероятно крутой. Так выглядит интересно. Покажу вам еще косметичку изнутри. И, кстати, я здесь забыла чек. Кстати, я купила ее в данном Secondhand, который находится в районе Проран. Я не знаю, как у вас, но у нас, в принципе, от того, насколько богатый район, зависит цены в Secondhand достаточно сильно. Вот в Проране, к примеру, не очень бюджетные цены в Secondhand. И да, в Австралии обычно называют не Secondhand, а Opportunity Shop. То есть у вас есть возможность найти там что-то хорошее, я так понимаю. Кстати, сумки у данного бренда совершенно не бюджетные. Я посмотрела, в среднем где-то сумка стоит 100 евро. Ну, конечно, косметичка стоила бы чуть подешевле, но все равно, думаю, намного дороже, чем 5 долларов, за которые я ее приобрела. Следующая находка из категории посуда. Все завернуто в австралийскую газетку. Очень красивая, такая небольшая, я даже не знаю, пиала, да, наверное, можно назвать. Интересный дизайн. Мне кажется, такую тарелочку можно даже использовать для хранения украшений, к примеру, не только где-то на кухне. Стоила она всего лишь 1 доллар, и самое главное, это, конечно, ее бренд. Они на рынке еще с 18 века, с 1770-х годов. Известный английский бренд. Кстати, да, изготовлена она в Англии. Стоит он очень-очень дорого. Стоимость набора может достигать и больше 1000 долларов. Конечно же, так как у меня это всего лишь одна тарелочка, она будет стоить дешевле, чем 1000 долларов. Но, думаю, долларов за 15, в принципе, ее вполне реально продать, а то и за 20. Если какая-то посуда была изготовлена в Англии, почему-то это очень-очень сильно ценится в Австралии. Но это практически стопроцентно означает, что данную вещь можно будет перепродать, причем легко и намного дороже, чем за те деньги, которые за нее просят в секонд-хенде. Мне кажется, мне уже пора снять какое-нибудь отдельное видео с коллекцией всех моих кошельков из секонд-хенда, потому что у меня их очень-очень много. Но мимо этого я также не могла пройти мимо, потому что он абсолютно новенький. Посмотрите, какой лаконичный, черный, достаточно компактный, удобно будет его носить, но при этом и не каких-то супер маленьких размеров. В общем, он абсолютно новенький, стоил 10 долларов. Но за новый кошелек это очень даже хорошая цена, тем более это австралийский бренд. Также, видите, натуральная кожа указана. Даже внутри вот прям вот все бумажечки, все-все-все-все-все на месте. Ну, абсолютнейшее навье. Посмотрела на веб-сайте данного бренда и кошельки, похожие на мои, стоят 100 долларов, а то и выше, поэтому 10 долларов на него мне было совершенно не жалко. Всем пока-пока и до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok